Дискаври Лайф Клиника естественной красоты Клиника естественной красоты – это программа, созданная для каждого, у кого есть комплексы, усложняющие жизнь. Зачастую мы ничего не делаем, чтобы от них избавиться. На помощь могут прийти близкие. Хочу пригласить свою подругу Эву. Я хотел бы позвать свою жену. Приглашаю Анну, свою невестку. Хочу пригласить на программу клиника естественной красоты свою маму. Герои не знают, что кто-то пригласил их на программу. Они не узнают об этом перед камерами, при созданных нами обстоятельствах, связанных с их работой или личной жизнью. Организовывать сюрпризы помогают владельцы клиники эстетической медицины – Карина Дудок-Миратская и Кшиштоф-Миратский. С ума сойти! Попался! Добро пожаловать! Вы серьезно? Вы ничего не потеряете. Я в шоке, не знаю, что сказать. Вы попали на программу благодаря вашему мужу. Это он вас пригласил. Сбойся на программу. О, Боже! Карина Дудок-Миратская, управляющая с многолетним опытом в международных корпорациях. Доктор Кшиштоф-Миратский – специалист в области эстетической медицины и лазерной терапии. Они счастливы в браке уже 23 года и 10 лет в собственном бизнесе. Вместе они управляют клиникой эстетической медицины. Их команда специалистов осуществит мечты героев и устранит дефекты внешности. Нашего первого героя представит его юная соседка – Куба, друг ее семьи. Добрый день! Меня зовут Зося Кубера. Я хочу пригласить на программу своего друга Кубу. Он очень веселый жизнерадостный человек. И уже очень давно он страдает от одной проблемы. Я очень хочу, чтобы он избавился от комплексов. И прошу вас, сделайте ему пересадку волос. Куба ничего не знает об идее Зоси. Думает, что приехал с ней в Варшаву как сопровождающий. Девушка пошла на кастинг в танцевальное шоу и была приглашена на съемки. Сегодня мы запишем твою визитку, чтобы познакомить с тобой зрителей. Куба, ты сядь вот тут. Хорошо. Будешь болельщиком, хорошо? Ладно. В кадре появляется нежданный гость – Карина. А что вы тут снимаете? Подруга принимает участие в шоу «Талантов». Снимаем что-то вроде визитки. Понятно. Какая у вас модная прическа? Такая, чтобы прикрыть. Прикрыть что? Лысину. Как это? Не вижу никаких проблем. Но если бы присмотрелись, вы бы заметили, что я прикрыл лысейшие участки. Они у меня есть. Ясно. В таком случае у меня для вас сюрприз. По просьбе Зоси я приглашаю вас на нашу программу «Клиника естественной красоты». Если вас и правда беспокоит проблема с волосами, мы с радостью с ней разберемся. Как вам такая идея? Да ладно. С ума сойти. Попался. Добро пожаловать на программу. Спасибо. Я обрадовался этому сюрпризу, ведь проблема, которая давно меня беспокоит, о которой я постоянно думаю теперь, она может решиться. Зося отлично, все провернула, молодец. Я очень горжусь ей. Я была поражена, когда Куба так легко рассказал мне о своей проблеме. Я очень рада. Надеюсь, мы сможем устроить так, чтобы ваша проблема решилась максимально быстро. Надеюсь. Я очень рада. Взаимно. Пришло время первой консультации. Куба записался на прием к врачу Павлу Дыбчику, который специализируется на пересадке волос. Добрый день, Якуб. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Чем могу помочь? Ну, я бы хотел решить проблему с волосами. Как видите, их не так много. И на протяжении последних нескольких лет их становится все меньше и меньше. Проблемы не только в залысинах. То же самое и на макушке. Там они тоже очень редкие. Нечастые, я бы так сказал. Для начала я хотел бы осмотреть вас, потом приступим к лечению. Прошу, на кресло. Усаживайтесь поудобнее. Так, что ж, действительно, дефицит волос заметен. Эти случаи нельзя назвать запущенным. Каждый день волосы доставляют мне кучу проблем. Но я стараюсь скрывать это. Укладываю волосы особым способом. Несколько лет потратил, чтобы найти нужную укладку, чтобы прическа выглядела, ну, хоть немного приемлемо. Убираю волосы наверх. Они пострижены таким образом, чтобы прикрыть лысеющие места. У меня нет вариантов. Плюс в течение дня нужно постоянно поправлять эту укладку. Чтобы она держалась, нужно хорошенько заливать волосы лаком. Тогда голова будет выглядеть более-менее прилично. У Якоба только намечается проблема андрогенной аллопеции, когда залысин все больше и больше, а волосы в целом начинают истончаться. Якоб, мы можем провести реконструкцию волос в зоне залысин, и это, пожалуй, единственный вариант, когда фолликулы в залысинах настолько уменьшились. Так мы можем помочь вам с пересадкой волос наиболее эффективно. Большинство мужчин борются с андрогенной аллопецией в той или иной степени. В наше время эта проблема далеко не редкость. Она встречается часто. Хотел бы спросить, как быстро будет заметен эффект? Имплантированные волосы всегда выпадают. Сам волос служит только для трансплантации волосяного мешочка. Через 3-4 месяца после процедуры эти мешочки начинают прорастать. Это продлится несколько месяцев. Так что о заметном эффекте можно будет говорить примерно где-то через год. Представить не могу. Не помню себя с густыми волосами. Если все получится, и волос станет больше, то я смогу поиграть с прической. Следующую героиню пригласила на программу ее коллега. Меня зовут Роксана. Я хотела бы пригласить на программу мою коллегу Ивону. Надеюсь, вы сможете удалить ее неудачный перманентный макияж. Ее беспокоит эта проблема. Ивона не знает, что кто-то пригласил ее на программу. Она думает, что по направлению кадрового агентства ее пригласили в клинику на собеседование на должность менеджера. Она согласилась сходить навстречу. Что ж, Ивона, я получила направление неожиданно от одного из кадровых агентств. Я удивлена. Я не готовилась, я даже не думала, что приеду сегодня, ведь я пока не ищу работу. Не ожидала такого звонка, поэтому я немного в шоке. Даже не знаю, что сказать. Я чувствовала себя как рыба в воде. Каждый день провожу такие собеседования. Ивона, я расскажу немного о нас, пару слов. Мы специализируемся на удалении татуировок и перманентного макияжа. Признаюсь, я все время смотрю на ваши губы, по-моему, на них как раз был перманентный макияж. Я права? Да, это он и есть. По большому счету, я должна была прийти к вам как пациентка. Прошла 15 процедур и никак от него не избавлюсь. Даже не знаю, что делать. Ивона, в таком случае, позвольте вместо работы у нас предложить вам принять участие в программе клиника естественной красоты. Испытайте наши пикосекундные лазеры и положитесь на наш многолетний положительный опыт работы с этими лазерами. Мы никогда не сдаемся. У нас отличные аппараты, и мы очень надеемся, что сможем вам помочь. Ну что, вы согласны поучаствовать в нашей программе? Невероятно! Я очень рада. Когда Карина сказала, что пригласила меня не на собеседование, а на программу я слегка расстроилась с одной стороны, а с другой очень обрадовалась, потому что поняла, что они решат мою проблему. Мы упорные и очень любим сложные случаи. Отлично, мой случай точно не из простых. Вы клиентка мечты. Надеемся, и ваши мечты будут исполнены. Я очень рада. Мне приятно. Спасибо вам.